спонсор трансляций широкоформатные мониторы lg ультра вайд привет всем привет с вами опять александр шакиров и федор покарев у нас последний гость это дэнни биланши сегодня из на сегодня конечно же из самой канады который знает абсолютно все про watch dogs 2 и сейчас мы его проспрашиваем в общем-то в этой игре обо всем нечего вытянутся наши руки the first question coming from me this time is actually about the setting of the game because if you look at it if you look at the picture it could be any more different from this you know this rainy and gloomy chicago with a lone wolf character and now you have all this sun and the fun for san francisco and character who is uh doing his thing with many other people in a community why why was that why why such a jump why such a change well what we really wanted to do is offer something different for the second one you know if you play a sequel and it feels too much like the same game it's a bit disappointing so a new city like you said very sunny a lot of fun a lot of culture and counterculture a new character allowed us to tell a different story you know like aiden was a lone wolf he worked alone now marcus the new character is part of dead sec he works in a team it's a hacker group so we can talk about the internet culture we can talk more about technology and then san francisco silicon valley i mean it's it's where a lot of the modern tech is born so it allows us to create some really interesting stories vali fedor спросил о том почему же такая разница между первым watchdog со вторым и дэни объяснил что действительно они просто хотели сделать ее другой вот по ощущениям плюс ко всему san francisco это простите место где располагать силиконовая долина это мы должны были рассказать должны были рассказать об интернет-культуре в целом лучше выбор для сайтинга но и поэтому получается что в первой части у нас был мрачный этот дождливый чикаго здесь солнечный веселый сан-франциско с кремниевой долиной и собственно еще и новый герой который мало и одиночка как это одинокий волк это был в первой части а человек который действует вместе со своими товарищами и с дэдсак много веселая группа людей на самом деле она ну что они веселые там это все видно прямо во всех роликах что они вроде как и говорят что-то там великое грубо говоря хотят что-то хорошее создать но при этом они делают это играючи это Games is just saying that what strikes him and in the new game is that the characters the protagonists are all pretty fun-loving people they move ones that we feel nice to hang out with you know I even though they're doing this great thing that you have this to their own struggles began to me and things like that it's quite light-hearted well we we wanted to bring more humor in the game and you're right they have serious themes the operations are very serious but they're doing it with style and hacker Пропаганда очень важна. Когда они совершают операцию, они хотят понять, что люди понимают, почему это важно. И они пытаются защитить людей и обеспечить преступления и плохие которые были сделаны через технологию. И когда они обеспечивают правду, они обеспечивают это с стиль и с весом, и это изменяет то, что играет. И ты прав, все персонажи становятся более цветными. Они все разные. Ренч — более анархист. Стара — идеалист, как Маркес. Они все работают вместе и это приводит энергию в игре. Мы правильно заметили, что игра стала гораздо более веселой, солнечной. Несмотря на то, что в ней очень серьезная тема и очень серьезная борьба, протагонисты пытаются вскрыть какие-то беды, преступления. Заговоры. Правительственные заговоры. То, что можно сделать с помощью технологий какие-то. Вот эти большие проблемы, они это все вскрывают. Это большая борьба. И несмотря на это, там есть место и шуткам, и каким-то веселым вещам. И самое главное, они делают это все стильно, с некоторой своей фишкой. И при этом мы видим перед собой набор разных персонажей с разными взглядами. там есть и анархисты, и идеалисты. И все они работают вместе. И это все довольно задорно. Несмотря на серьезность тем. Собственно, хотелось бы больше узнать как раз об одном из персонажей Dead Seca. Это тот самый Рэндж, у которого такая странная маска, которую, например, во всех комментариях говорят, где купить такое. Мы просто хотим спросить вам о специальном характере, Рэндж. И потому что он имеет маски signature, и он выглядит довольно интересным. Многие люди просто спрашивают, где мы можем купить это? Мы можем купить маски. А вы планируете, что это сделать? Я не знаю, если компания планирует это сделать. Я знаю, что кто-то в Бразилии сделал маски. Ох! И все эмочи, которые могут быть изменены на телефоне. Это очень круто, в косплей, что люди делают это. Но я не знаю, что компания планирует сделать маску сейчас. Ты должен им сказать, что мы нужны эту маску, мы нужны этого парня. Это очень круто. Вопрос, как слышали про персонажей в маске. Будет ли компания каким-то образом выпускать эту маску в виде мерчандайза? К сожалению, планов каких-то нет, но вот, например, в Бразилии уже сделали вариант, косплееры восхитительные штуки делают. Но вот Саша, собственно, просит каким-то образом профорсировать эту тему, чтобы можно было все-таки купить. Вы можете рассказать немного больше про персонажа? И, конечно, не спорить много, что я могу сказать… Вы можете сделать это. Мы все друзья здесь. Я думаю, что Ренш будет, более violent, и более direct. Он хочет результаты и он будет планировать в таком случае в таком случае в таком случае в таком случае он не может нежелательно использовать оружие. Он очень гаджетный 3D-принтинг, он очень хорошо с этим. Конечно, они все хакеры, но это более стиль. И это как он относится к этому. Как быстрее я могу это сделать? Если мне нужно ударить что-то, это Ренш. фан-гай. Нам тут пытались представить этого персонажа, не выдавая слишком много информации. Я попытался достать больше, но, видите, не все получается сделать. Ренш любит быстрые, эффективные решения. Он тот, кто первым идет на применение насилия, любит оружие, любит все взрывать. При этом он технологически подкованный в том плане, что он работает с железками, не просто с какими-то сетями или всем прочим. 3D-принтер, вот это все к нему. Если нужно что-нибудь взорвать, как-то быстро решить проблему, это вот будет делаться он. И, значит, собственно, хотелось бы спросить. Dead Sec, в общем, группа, опять же, видно людей, которые веселые, они не хотят насилия, но, тем не менее, они его применяют, но будет ли у игрока возможность не использовать насилие вовсе? То есть, пройти всю игру от начала до конца без насилия, совсем не убит никого. Да. что, есть контраст. Дед Sec есть группы людей, которые выглядят спокойно, и они делают хорошие вещи, но они делают технологии, и все, и все, и вы получите и все, и все, и все, и все. 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 и все, и все, и все, и все, и все. и все, и все, и все. и все, и все. и все, и все, и все. и все, которые прошли первую часть. и все, и все, и все, и все. Но теперь мы говорим о Дед Sec, и мы обратим Т-Бон. Т-Бон это бледен между первым и вторым. и может быть еще другая вещь, что я не могу говорить, но... может быть, но это точно, и все. Мы все еще говорим о хакеинге, но это не то, что-то не то, но это больше про технологию, про то, что происходит в Силекон Валей. Это работа с фикцией, то есть истории, которые мы как-то инвентим, но мы влиянием от технологии, которые существуют сейчас, и мы смотрим на потенциал риск в технологии, и мы говорим, что может случиться если социальные медиа используют в плохом способе? Что случится если твои сочетки структурированы? Что случится с этими вещами? И иногда это случается в реальной жизни, и то, что мы делаем... Наши истории, наш цель, мы говорим о том, что находится сейчас, и думаем о том, что мы должны сделать хорошие выборы в нашей технике сегодня, чтобы поменять как в будущем будет. И если мы не думаем о том, то есть риск. Таким образом мы работаем с историей. Да. Таким образом легаси. Итак, что касается связи с первой игрой, то вторая часть происходит после событий первой, и, естественно, там есть связь через, например, тех же самых Dead Sec, которые были в первой части. Будет T-Bone в новой части франшизы. Который, собственно, и свяжет первую часть со второй. Будет выступать своего рода мостиком. И, в общем-то, то, что происходило в первой, будет оказывать непосредственное воздействие на то, что происходит во второй. Хотя судьбу в Dead Sec, то, как они будут выглядеть, определите вы сами. С другой стороны, сказано было немного про другой интересный вопрос. Про связь игры с реальным миром. Собственно, если первая игра была историей возмездия, историей мести, то новая игра это игра про технологии, про роли технологий в нашей жизни. С какой-то стороны даже философской. Потому что они задают такие вопросы, а что если социальные сети использовать неправильно, не так, как мы их используем? Или если, например, накладывать ограничения на поиск в интернете, что, в общем-то, и происходит в реальной жизни. Сейчас, да. Собственно, поставится такой вопрос, что будет, если вот сейчас технологии будут развиваться так, как они развиваются? Или каким образом мы можем изменить, может быть, наше будущее, если изменим свой подход к технологиям? Такие большие вопросы. Да, и отсюда у меня логичный такой вопрос. Консультировались ли разработчики с настоящими хакерами и людьми, которые создают подобные технологии, новые штуки, гаджеты и прочие представленные в игре и, возможно, не представленные в игре штуки. Гаджеты. Итак, здесь идет логичная вопрос. Вы делаете игру о технологиях и хакахе. У вас вообще работали с настоящими хакерами или людьми, которые используют гаджеты, или делают их, или какие-то эксперты? Ну, у нас есть в команде человек, он идет на Дефкон, и у нас есть много хакер-консультантов, и мы поговорим с ним. Мы пытаемся сделать, что мы делаем, что все наши хакеры основаны на реальность. Я имею в виду, что мы хакеры могут быть хакены, но мы их модифируем для того, чтобы они эффективны в игре. Я имею в виду, это гаджеты, и хакеры может дать дней в предыдущем в ходе. Это не то, что мы делаем. В основном, эти вещи были хакены, и вы их используете в игре. но они находятся в реальность. И мы свободно их модифируем, так что это весело. Если вы хотите сделать игру, то есть весело. Мы вдохновим и поговорим с хакерами, но в конце мы адаптируем для игр, это весело. играть Несмотря на то, что у них в команде есть специальный эксперт, человек, который хорошо разбирается в хакерстве, ездит на конференцию в DevCon и прекрасно понимает подноготно этого вопроса. И, опять же, несмотря на то, что все варианты хакинга, которые существуют в игре, они привязаны к реальности, имеют реальные прототипы, разработчики хотели, чтобы было весело играть в Ajax. Они считают, что игра должна быть веселой. В общем, да, это не 10 часов сидеть за каким-то кодом, который взломает Пентагон, условно говоря. Это неинтересно. Несмотря на то, что они понимают, как это происходит в реальной жизни и какие временные затраты на это уходят, они ввели определенного рода упрощенную систему. То есть все, что можно взломать в игре, можно, в принципе, взломать и в реальной жизни, просто занимает другое время и приводит не к настолько эффектным последствиям, скажем так. Все в угоду интересному, динамичному геймплею. И такой странный немного вопрос. то есть Watch Dogs 2 есть, да, но, может быть, нам пофантазировать немного или предположить, а как бы выглядел Watch Dogs, например, в России? Что бы могло быть там? Может быть, DLC какое-нибудь сумасшедшее в стиле Blood Dragon? Ну, то есть в мире! Ну, это в мире! Ну, 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 я бы хотел бы приехать сюда и действительно понимать культуру, технологию. Это то, что мы сделали в Сан-Франциско. Мы сделали скотинговые команды, мы взяли много фотографий, понимали, в Сан-Франциско. они посылали специальные команды людей в городе для того, чтобы чувствовать, что происходит, понимать, как это все работает, привязывали все к реальности, реальные люди, реальные истории. Так что, это было бы довольно большим испытанием, огромной задачей для компании, что ты взял в России, и нам даже теоретически не готовы сказать, будет ли такое или нет. Если у вас есть время, у меня есть вопрос, которая очень важна для многих игроков. Я думаю, что это очевидно, из того, что вы говорите и ваша компания сказала, что кооперативная геймплей будет гораздо большим важным. Это будет очень большим интегратором для второй геймплей. Так что, то есть, можно ли ты продолжить это как только спереди, или нужно делать что-то что-то такое, что вы говорите на том, что мы собираемся на привлечении успехов. Маркус является частью геймплей Дедсек, и это смешно для него работать с другими. Мы привлекли коопом в игре. так что вы ходите на solo и люди которые играют акцион и не не любят играть любят играть в коопе. Так что вы можете встретить другим игроком, и вы можете увидеть коопом, но это 100% выбора. игроком, и это игроком. асимметричный мод, где есть 3 против 1 хакер, так что если 1 хакер делает слишком много проблем, у вас есть бунтика, вы можете его catch. Так что все эти хакеры обеспечены для игроков, и когда вы начнете играть, они все там, они все будут происходить, но если вы хотите, как игроков, вы можете отключить любого человека. И мы acceptаем, что вы игроков, кто может не любит определенный тип, вы не хотите хакать. В Watch Dogs 1 у нас есть такая опция. Очень, очень много людей, но мы все-таки acceptаем, что игроков говорят, что я люблю это, я не хочу это. Для нас, мы говорим много о свободе и экспрессии игроков, и в этом игре мы хотим дать это контроль для игроков, но также в онлайн, так что если вы не любите это, то это нормально, вы можете играть полностью, даже у вас есть миссии коопа. Они также должны быть игроков, поэтому они немного сложные, но если вы хотите, вы можете просто играть их только, и для нас это возможно. Это абсолютно нормально. Вы не будете хакать инвазионы, если вы не вонлайн, вы не будете брать. Это 100% кастомизабельная. И каждый может быть индивидуально разрушена. Если вы любите одного и не любите другого, это нормально для нас. В общем, Федор спросил на самом деле, что Ubisoft напирает на то, что вторая часть будет с коопом, и очень много кооперативных действий будет, взаимодействия в игре. И спросил, можно ли на самом деле наслаждаться игрой без кооперативной игры одному. Ответ... Ответ, собственно, да, что это можно сделать, и даже когда есть специальные миссии, которые были разработаны как кооперативные, их все равно можно пройти одному, и это возможно. Тут нет никакой сверхъестественной сложности. Но что более... Он сказал, что сложнее будет на одном... Ну, это возможно сделать. Да. Что важно, предлагает нам компания-разработчик возможность настроить полностью свой опыт. То есть вы можете буквально... В игре есть возможность присоединиться к другим игрокам, вместе с ним что-то делать, есть вероятность, что вас взломают. Там есть специальный асимметричный вариант мультиплеера, когда один игрок, если наворотил каких-нибудь... наделал делоп, наворотил дроп, то другие могут за ним охотиться в обмен на награду. Все это можно отключить, если вы не хотите этим заниматься. Буквально до игрока, если вам какой-то определенный игрок в вашей сессии не понравился, чик вырубили, никаких проблем абсолютно. Так что это можно делать, нет никаких проблем. Довольно здорово, что можно вот так все настроить. А тогда... Just a goofy question, that is connected to... A goofy question? Да, да, да. Я имею в виду, что вы работаете с другими датсек-хакерами, но мы знаем, что все люди, которые играют в этом, это секретно Маркус. Правда? Так, почему это не превращается в армию клоней? Ну, это важно для нас рассказать историю. Мы выбрали Маркус, потому что он был правильный персонаж, чтобы рассказать историю. И когда вы играете в армию клоней, вы покупаете в армию клоней, так как вы появитесь в армию клоней, но мы меняем в голову. Так что вы другая человек? Вы можете customизировать это, но вы можете преселить в голову, как вы хотите выглядеть, и это позволяет нам для того, чтобы передать людей, которые традиционно играют solo. Мы можем рассказать историю, но мы также можем обеспечить этих людей и предложить игрокам различные типы игры в армию клоней. Так что это как-то трик для нас, использовать эти люди и их вместе, но мы их обеспечиваем. И интересно, как ты одеждаешься в хакином виде, он становится метагеймом, потому что если ты одеждаешь как людей в этой области... Если ты одеждаешься в другой, то вы можете просто одеваться. И можно использовать customizability, чтобы преселить в определенных областях и определенных районах. Потому что в каждом области люди выглядят другими, так что если ты выбрала правильное одежду, и ты одеждаешься в эту области, это может быть очень сложно найти. Это частью хакином метагейма. Федор спросил о том, что а не получится ли так что мультиплеере будут такие клоны маркусов одинаковых бегать и выполнять там разные логично все-то играют а разработчик говорит что дэнни говорит что в общем-то мы превращается в какую-то мета игру даже в какой-то момент потому что одежда на вас остается такая же то есть который вы играете в сингловой игре то есть они изначально строили сингл игру да но рандомно то есть можно будет настроить свой мультиплеер на аватар как вы будете появляться у других игроков как у вас своего рода такая фальшивая личность да и еще то самое интересное в этом всем то что вы можете если вы слишком будете там пестро одеваться в вас легко будет вычислить в толпе но если вы будете осторожны и вы хотите играть в такие мультиплеерные режимы где вам кого-то нужно поймать выследить и убить предположим или ограбить хакнуть то вы будете одеваться совершенно по-другому то есть естественно просто такой вариант спрятаться в других игр до в районе богатых каких-нибудь ребят живешь и тоже такой ходишь в костюмчик да да подбирать специальный костюмчик подходящего атмосферы грубо говоря подходящих людей которые ходят в этом районе и мне еще один вопрос опять же про кооп будет ли возможность играть насколько я понимаю возможности сингловые миссии сюжетные миссии нельзя будет играть в кооперативе так ли это и как много тех самых кооперативных миссий которые можно играть друзей или just the last question about a call again it's a big thing it's a very nice to play with your friends are there missions in in your campaign which you can only complete alone where you cannot recruit other people to help you and it's a first spot on the second part how many missions corporate admission do plan to implement in the game well the way it works is we have main operations and there's many of them these are solo this is market history with that sick and you cannot you cannot play these in co-op okay but you can do the whole free roaming and co-op so there's a lot of rewards to find in the world and you can help each other's or there's some secondary operations that can be done in co-op because they're they just exist in the world so if you've not done it i have not done it we can do them together you will we will each have to do the objective so those can be done and there's also online operations it's a system of layouts that we will randomly change the objectives and the ingredients so it's infinite so our co-op layouts basically will kind of be proposed to a player and what what the objectives in these missions will always change difficulty ingredients and access and these are infinite so if you want you could play days and days and go up these missions is it a separate system from the second type of requests which are secondary secondary minutes a second it's a different system yes yeah so so we have some second requests which are predefined and then second requests which are generate online operations so the secondary quests they have a story but you we each need to do them but we can work together toward doing that and there's a lot a ton of rewards to find in the world that it's good to have a partner because there might be a guarded area with a like a bag of money or something and it's alone it's tougher so if you work together you can get all these rewards a bit easier you know in co-op the secondary operations and the online operations that's the system of layouts that will be basically generated infinitely so that's the third type if you want quite amazing ну то есть получается что есть специальные миссии одиночные то есть чисто сюжетный который вот история маркуса и к ним вот никак второй игрок не придется проходить одному абсолютно одному правило а есть такие второстепенные миссии secondary operation на их называют данном случае которые без проблем любой игрок может присоединиться сколько сколько как раз по модели вот этого бесшовного мультиплеера это дадут миссив все равно хорошо бы надо бы делать но там борется сюжется она сейчас все они там написанные и сделанные детально разработчиками дополнительные для ли дополнительные квесты просто который ты можешь проходить и при этом есть третий тип миссии с так называемым онлайн начин с которой и генерирует которая игра генерирует бесконечном количестве они там постоянно меняются какие-то факторы это количество охранников, награда, что нужно сделать, они могут появляться в разных местах. Соответственно, это вообще вариант миссии, который никогда не кончится. Можно играть в бесконечную миссию. Разработчики их могут добавлять после релиза. Разработчики их после релиза могут добавлять сотнями и сотнями. Скорее даже алгоритмы. Естественно, алгоритмы, но они же будут создавать новые алгоритмы, новые места разрабатывать. Говорю, что это возможно манипулировать всем этим и их бесконечное может быть количество. Это круто. Когда есть выбор, либо есть, либо нет, да, лучше пускай будет. А там уже как хотите, так и играйте. Это самое главное, что как хотите, так и играйте. Это в играх самое лучшее. Мы просто обсуждали какие-то пост-релиза возможности, что можно просто представить новые алгоритмы, чтобы создать даже больше лей-outs, даже больше типов миссий, которые будут созданы на поле. Это довольно удобно для разработчиков, скажем так. Это может быть полезным. Да, это может быть полезным. Хорошо. Мы знаем, что у нас есть busy schedule, поэтому мы очень рады, что мы смогли приехать, что мы смогли сидеть здесь и ответить наши вопросы. Спасибо большое за приглашением. Это было весело. Я надеюсь, что вы также любите играть. Да. Я еще не играл. Извините, я не видел. Извините. Мы должны попробовать. Потому что первый игр, для меня, лично, было много разочек. Так что я очень высоких hopes, для второй игр. У меня очень высоких hopes. У нас есть много разочек, вы увидите. И что это? Прочитаем? Прочитаем. Прочитаем. Это большой ток. Это большой ток. Но это важно. Сначала начнем. Да, это как сервер. Комментирует. Хакирование. У нас много хакений, в этом игре. Как буты-эвент. Ты меня просил. У меня не такий. Давайте еще раз сложнее. И мы снова начнем. Ну, у нас всего кто-то может заметить. У нас есть миллиарда людей, которые сейчас стоят, если вы хотите сказать что-то о русских игр, вы можете hacerlo. Ну, я думаю. The игроков очень красиво когда ты креативишь, я имею в виду много инструментов. Есть много хак-пай. Если вы пытаетесь решить проблему, и думаете в облаке, и вы успеете, это очень много выражающийся. Это как мы хотим играть. Вы знаете, вы можете играть, ассорт, это хорошо, это весело, это ты, но отлично пытайтесь что-то другого и я думаю, что играет много выражений, если вы думаете в облаке. Как вы можете комбинить эту инструмент и эту инструмент? Как вы можете хакать эту человеку? Как вы можете использовать A.I. vs. A.I.? Вы поставите в арест варрант на кого-то, и полиция придет, и тогда этот человек может уходить, или остаться, или бороться. Вы не знаете, что будет происходить. Это создает ситуации, которые сделают игрокам интересным и различным. Для меня, быть креативным, это лимит. Если вы очень креативный, я думаю, что этот игрок придет много в игре. Это мой месседжмент. Вы должны сделать много видео, как про-типы для Watch Dogs 2. Я уверен, что там будет много сайтов на Twitch, на YouTube. Собственно, послание российским игрокам такое, видимо, что-то подозревая о наших пристрастиях. Смысл такой, что игра поощряет творческий подход к решению проблем. И единственный лимит, который есть, это ваше собственное желание придумать какой-нибудь заговористый способ. Можно сделать всякие разные сложные вещи. Например, ордер на арест выписать к какому-то человеку, придут к нему полицейские. Как он отреагирует, вы не знаете. Это может произойти разными способами. Вы, конечно, можете достать пушку и всех расстрелять. Это возможно. Это неинтересно. Но он очень надеется, что вы будете играть по-творчески. С творческим огоньком и божьей скрой. Это все. Это все. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас все. У нас все.